Здравствуйте, меня зовут Джеффри. Я являюсь менеджером по маркетингу по нашему проекту. Хотел бы сначала представить компанию Steel Projects. Я уверен, что некоторые из вас ее точно знают. И потом я представлю программу обеспечения, которая называется Steel Projects PLM. Покажу, что можно сделать с использованием этого программного комплекса. Покажу детализацию. Если нужно еще больше подробностей, не вопрос, обменяемся контактной информацией. Я вам представлю больше информации по электронной почте. Итак, Tecla, интеграция. У нас Tecla, Tecla Structures, Trimble и FeChap. Мы выбираем Tecla, потому что у нас наилучшая интеграция с этой компанией, с программными продуктами этой компании. Но мы можем также работать с AutoCAD. Например, файлы AutoCAD, не проблема. Они подхватываются, импортируются и с ними можно работать. Также FeChap. FeChap мы используем, но можно также подключать оборудование другого бренда, не только FeChap. Хорошо, давайте начнем с обзора информации о компании. Steel Projects – это компания, которая предоставляет решения для индустрии стальных конструкций, для отрасли стальных конструкций. Мы являемся подразделением группы FeChap. С 2012 года мы являемся отделением этой компании. Долгосрочное сотрудничество у нас с этой компанией уже давно, но мы с 2012 года ее структурное подразделение. Мы находимся во Франции, в городе Лион, если кто-то знает, где он находится. В 1994 году мы были основаны, то есть 23 года мы работаем в этой сфере. У нас 31 сотрудник. И важно отметить в этом случае, что 11 сотрудников работают в научно-исследовательском отделе НИОКР. И 13 человек у нас работают из этих 31, работают для сопровождения программного продукта на стороне клиентов. То есть они привозят продукт, развертывают его, проводят обучение сотрудникам. Итак, вкратце покажу, как выглядит наш процесс. Мы помогаем производителям стальных конструкций быть максимально эффективными с нашей философией интеллектуальное производство стальных конструкций. Первый этап. Мы связываемся с существующими системами. Мы можем интегрировать или осуществлять интеграцию данных с вашей текущей системой. Это МИС, это планирование ресурсов и предприятий, это различные чертежные программы, программы для управления станком в ЧПУ. Дальше. Второй этап. Это управление проектами. То есть вы можете планировать, визуализировать свой проект и создавать вкладки. Вы можете оптимизировать взаимодействие в ваших проектах прямо в цеху. Также увеличивать производство. Это на этапе запуска производства. Вы увеличиваете объем выпуска и достигаете большей гибкости и плюс автоматизации управления станком в ЧПУ. Анализ производства. Вы в реальном режиме времени получаете информацию о том, что у вас происходит в производстве. Сейчас давайте посмотрим на преимущества, которые... Вкратце, коснусь преимуществ, которые присущи использованию продукции Steel Projects. Во-первых, это увеличение вашей производительности. Вы окупаете те затраты, которые вы понесли, приобретая софт, достаточно быстро. Вы увеличиваете эффективность использования всех ресурсов и возможностей. Вы достигаете определенной степени гибкости. Вы упрощаете свой процесс. Вы оптимизируете использование сырья, сырьевых материалов. То есть железо, например, сталь. Вы можете уменьшить их потребление до минимума. Также вы сможете обеспечить отслеживаемость производства, отслеживаемость произведенной продукции. Вы можете анализировать, получать информацию о статусе производства, а также увеличивать степень удовлетворенности ваших клиентов за счет получения информации от них. Добро пожаловать в конференцию. По поводу наших клиентов, географии наших клиентов. Видите красненькими точками выделены страны, в которых присутствуют наши клиенты или проекты. Практически все континенты отхвачены. Более полутора тысяч клиентов мы обслужили на данный момент. И секторы, которые были представлены, это различные небоскребы, мостовые конструкции, стадионы, нефтяные вышки и платформы, буровые платформы, горнодобывающее оборудование, а также линии электропередач, то, что Майкл уже упоминал. И второй этап, это я представлю наш программный продукт Steel Project PLM. Сейчас я поговорил о компании, сейчас второй этап, я достаточно быстро покажу, что вы можете за счет использования этого программного обеспечения добиться. Название, собственно, я уже озвучивал, это Steel Project PLM. PLM это Product Life Cycle Management, управление жизненным циклом продукта. Мы работаем именно с производством, мы не Enterprise Resource Planning, мы не планируем ресурсы предприятия, мы работаем именно на уровне управления жизненным циклом продукта. Это масштабируемое решение, что под этим понимается? Можно в зависимости от масштабов вашего производства, начинать с базового, Parts Manager, базового решения, потом апгрейдиться до Project Manager, если у вас более крупный, если у вас расширяется производство. Самый крупный – это Production Manager, менеджер производства. Основные черты, основные, вернее, ключевые особенности этого продукта – это планирование и подготовка производства, планирование материалов, планирование фактического процесса производства, автоматизация ЧПУ и управление транспортировкой, доставка готовой продукции. Сейчас покажу, как мы вписываемся в общий процесс разработки, производства остальных конструкций. Во-первых, чертеж – это Tecla Structures, вам известный. Потом, до того, как подключается наш продукт, после нашего продукта, видите, FeeChap, конкретный цех, мы находимся между ними. Мы являемся связующим звеном между Tecla и FeeChap, или между производственной площадкой. Итак, небольшая демонстрация того, как это работает. Я сделал такую вот диаграмму, справа видите, различные этапы работы нашего программного комплекса, и сейчас их буду пояснять. Здесь различные этапы. Во-первых, сначала это экспорт, экспорт из Tecla, импорт XML формата в этот софт, и дальше покажу по цепочке, что происходит дальше после этого импорта. Переключусь в программу. Я взял пример, модель Tecla, вот такая. Как я уже, как Майкл уже показал вам, вы уже знаете, что такое Tecla, что такое Tecla Warehouse. Вы здесь впечатываете XML, то есть импортируете сюда XML. И наоборот, экспортируете, это экспорт из Tecla. У нас специальное расширение XML, не чистое XML. Это специальный формат, который поддерживает DWG, DWG, который поддерживает DXF. Специальный формат мы разработали совместно с компанией Tecla. Для того, чтобы экспортировать проект из Tecla, нужно двойной щелчок сделать, выбрать XML. Таким образом, сейчас вы можете выбрать экспорт части модели или всю модель. Показываете программе, где находится ваше файло, нажимаете ОК. Потом переключаетесь обратно в продукт SteelProjects.plm, жмете там импорт и экспортированные данные. Что-то подвисает. Прошу прощения, начну все сначала, еще подвисит процесс. Я забыл упомянуть один момент. Преимущество работы с форматом DXF. Один файл, не нужно кучи других файлов различных форматов, формат XML. Также вы видите взаимоотношения между компонентами. То есть вы можете разметку осуществлять, то есть сборку и разметку деталей. Это разметка скрайбинг-технологии. Это то, что мы разработали вместе с Fitch App. Это специальная разметка зазоров или габаритов компонентов. Операторы могут смотреть, как эти разметки, где они находятся, и, соответственно, операторы более качественно контролируют процесс, можно сэкономить время. Как я упомянул и перезапустил процесс, сейчас мы импортируем файлы. DSTV, DXF, DWG. Сейчас выберем XML-формат, то, что мы экспортировали из Теклы. Нажимайте на ОК. Сейчас я вживую это делаю, то есть вы видите, сколько времени это занимает, по сути. Готово. Сейчас файлы импортировались. Сейчас вы импортируете вот этот файл из формата XML. Как я уже говорил, во-первых, это из офиса проектирования, из бюро проектирования вы получаете эти данные. Подробный чертеж. Вы можете работать с разметкой. То, что я упоминал, можете смотреть на узлы и компоненты. Вы работаете только с одним файлом, не с кучей различных форматов. Но и при этом вы сохраняете возможность импортировать другие форматы. DXF, DWG, DSTV. Ну вот, самое лучшее, что мы разработали, это вот этот формат в DSTV. Следующий этап процесса – это управление и подготовка вашего проекта. Преимущество вот этой части – это визуализация и организация ваших проектов очень четко. То есть вы избегаете ошибок, вы можете быстро управлять изменениями, внедрением изменений. И вы увеличиваете, избегаете ошибок, управляете изменениями, организуете свое производство и улучшаете производительность. Здесь я покажу, как это выглядит в продукте SteelProjects PLM. Сейчас, секунду. Вот это все проекты, которые лежат в базе данных. А проект, который я только что сейчас импортировал – это фича PP House. Сейчас я его открываю, получаю доступ к всей информации, которая связана с этим проектом. Я могу предварить проект, я могу описать проект, вернее, я могу вписать название, фамилию и менеджера, который за него отвечает, и другие элементы, описание. Можно задавать некоторую информацию о массе, о общей массе проекта, общую площадь поверхности, количество компонентов и узлов, частей, которые поступают в рамках вашего проекта, которые должны присутствовать в вашем проекте. Здесь вы можете получать сводную информацию, вот в таком виде диаграммы, информацию по своему проекту, по типу различных профилей, скажем, балки, различные угловые элементы, уголки и крепежные элементы. Здесь есть, можно смотреть по проценту и по массе, сортировать разбивку, вернее, осуществлять на этой диаграмме. Опять-таки, все автоматически было взято из модели ТЭКО, да, то есть интеграция на таком уровне. Не нужно ничего вручную добавлять. Если вы жмете вот на эту вкладку, вы получаете всю информацию по станкам, которые необходимы для задействования вашего... Да, здесь может быть различное количество операций, различное количество операций разметки и, по сути, это контроль процесса производства. Сейчас я смотрю, вложить документ, добавить документы, например, можно добавлять сюда чертежи наших клиентов, чертежи из моделей, которые нам нужно было добавить, для того, чтобы менеджер проекта мог видеть более общую картину. Потом есть возможность управлять вашим проектом на различных уровнях, то есть на различных уровнях проекта. Это список всех моих проектов. Вы можете на уровне чертежа управлять проектом. Если у вас есть большое количество чертежей, вы их все увидите вот на этом этапе. Также количество сборных элементов и также уровень компонентов, отдельных компонентов в этих узлах. Сборные изделия можно рассматривать в 3D. То, что можно делать в формате XMF, можете здесь посмотреть на предпросмотр. Вот этот пример, вот такой вот сборный элемент. Сейчас вы можете визуализировать его, наезжать, отъезжать зумом, передвигать компоненты прямо здесь. То есть вы получаете достаточно хорошую степень визуализации вот этих сборных изделий, сборных элементов. Уже все просверлено. Здесь показана и плита, и показана разметка, отверстие. Все можно визуализировать в 3D, если щелкнуть. То есть все элементы показаны здесь. Вот эта разметка, да, вот так она выглядит. Она показывает, что плита, или вот эта вот пластина будет, вернее пластина, это не плита. Пластина будет приварена или сварена вот в этом месте, на месте этой разметки. Можно в 3D визуализировать, как я упоминал, как по аналогии с автокадом. То есть здесь компонент программы очень похож на автокад. В 3D можете вносить изменения в вашу деталь прямо здесь. Можете добавлять какие-то новые параметры, новые отверстия добавлять, новые диаметры задавать этим отверстиям, менять их вверх-вниз. И передавать информацию в бюро проектирования. Еще один интересный момент, который я хотел бы показать, это управление изменениями. Часто возникает необходимость внести изменения в проект, и вы не знаете. Одна версия от другой как отличается, если не вы вносили эти изменения. Таким образом, вот этот вот компонент софта позволяет им управлять изменениями. Вы создаете новую версию. Если кто-то вносит изменения, он вносит ревизию 1, например, или версию 1. Возвращайтесь в 2D. Вид. Допустим, вы решаете в одном проекте изменить диаметр. Скажем, с 19 мм в 22 мм хотите отверстие. Вы это меняете, вы сохраняете это изменение. И если вернуться в ваш проект правой кнопкой, двойной щелчок, извините, не правой кнопкой, двойной щелчок, вы попадаете прямо сюда в версии. Количество версий, сравнение версии. Сравнение версии 1 и версии 0. 0 это исходное. И софт автоматически вам покажет, что изменилось в первой и второй версии. То есть не нужно вглядываться вручную на глаз, прикидывать, где какие изменения произошли. И мельче изменений вы можете сравнивать вот таким вот образом. Например, между исходным чертежом и чертежом новой редакции. То есть здесь, видите, 18 или 19 у нас было отверстие, с новым 22, то, что мы изменили. Далее у вас есть возможность в рамках проектов проверять свои запчасти, свои компоненты, которые вы отправляете в производство. Можете проверять на предмет ошибок, на предмет наличия ошибок. Софт на двух уровнях это анализирует. Во-первых, на уровне чертежа. Есть ли какие-то очевидные логические ошибки, которые в текле могли произойти. Софт вам покажет, есть какие-то конфликтующие элементы или какие-то странные элементы, ошибки. И второй момент. Сможете ли вы за счет использования своего оборудования создать такие элементы? То есть софт покажет, соответствующие ли ваши производственные мощности задачи на производство. Вы не сможете перейти на следующий этап без того, чтобы проверить, есть ли у вас достаточные материалы и средства для того, чтобы произвести эту продукцию. Сейчас еще один пример покажу. Я показываю проверить состояние частей. То есть я вижу, что ошибок в проекте с точки зрения логического контроля нет. То есть по чертежу все сходится. Второй момент. Если я что-то меняю здесь. Допустим, я вношу какие-то изменения. Возьмем вот эту же деталь. Если я поменяю координаты вот этого отверстия, его передвину. Видите, отверстие теперь с кромкой совпадает, да? То есть оно выходит за кромку. Отверстие получается вне детали. Часть отверстия вне детали. Теперь возвращаете в свой проект, проверяете. Так, почему ошибку мне не показалось странно? Должен показать ошибку. Извините. Да, наверное, не сделал эту ошибку я. Так, вот теперь ошибка есть. Видите, поменялся символ здесь. Он показывает, что наше отверстие не находится... То есть выходит за габариты детали. Если вы двойной щелчок сделаете, посмотрите на вкладку ошибок и вот сюда кликните, вы увидите, что описание ошибки. У вас за кромку, за габариты детали выходит отверстие. Вы можете вернуться в модель и исправить, а можете сказать, что... Можете посмотреть, кто и когда внес эту ошибочную правку. Вы сможете обеспечить отсутствие ошибок на этапе производства. То есть когда эта деталь пойдет в производство, там ошибки будут устранены уже. Давайте закончим этот этап планирования проекта. Создадим задачу для производства. Допустим, у вас проект... Прокручиваю его вот сюда, смотрю, какие детали мне необходимы для различных этапов моего проекта. Если я хочу отправить весь общий профиль, уголки и профили моего проекта, я отправляю их. Могу фильтр делать... Допустим, мне нужны балки, сортировать балки. Допустим, те балки, которым требуются сварные операции. Нажимаем «Сварные». Балки со сварными швами. Вот наши фильтры. Вот все профили. Вот эту иконку. Нажимаю «Создать задачу для производства». Теперь, если мне нужно создать задачу для производства всего своего, всего моего проекта, я убираю фильтр и нажимаю. Например, мне нужны только пластины. Только пластины создаем отдельный элемент для производства. Задачу для производства по отдельному элементу. Сейчас я перехожу к другому моменту. Это уже будет, собственно, производство, изготовление. И вот это список всех задач на производство, которые у меня стоят в очереди на данный момент. Вот это только что было создано. Вот имя Мартин. Это инженер, который ее создал. Извините, здесь по-французски написано. Это время французское. Два часа разницы. Но здесь видно, кто создал это. И вы можете управлять дальше этой задачей в соответствии с необходимостью производства. То есть на этом и так и все. Следующий шаг в процессе – это вкладывание или вложение ваших деталей. Два различных вида размещения их на конструкции. В гнездование можно перевести «нестинг». Как можно сэкономить время операций, как можно сэкономить ресурсы. Вам не нужно использовать другой программный продукт. Вы можете все это делать с использованием Steel Project PLM. У нас есть продвинутые алгоритмы, которые даже сложные детали могут размещать вот на такой конструкции, если вам нужны различные операции по распилу. То есть мы нажимаем вот сюда. Открывается вот этот раздел. Сейчас опять я вижу все элементы, задачи на производство, которые передо мной стоят. Я могу решить, импортировать какую-то информацию о складских запасах. Если у вас есть такая информация, вы можете импортировать на данном этапе, чтобы программа знала, что у вас есть, какие заготовки, какое сырье у вас есть. В этой системе мы предусмотрели интеграцию практически с любыми популярными продуктами по управлению складскими запасами. Нажимаете «автоматизация» или «автоматика» и можете сконфигурировать различные этапы размещения ваших деталей на заготовке. Вы можете ввести сюда то, что вы получаете от поставщика. Если, например, вам 9-метровые балки не пришли, вы можете их выделить, то есть снять выделение, показать программе, что у вас таких балок нет. И программа будет подбирать наилучшее решение с учетом тех балок, которые у вас есть. Которые у вас есть на складе. И, допустим, вам нужно уложиться в 5 минут на производственную операцию. Вы можете задать такой фильтр. Вы можете осуществить приоритизацию вот этого нестинга, вкладывание, аккуратное размещение на этой заготовке. Вы можете потратить меньше средств на вот эти остальные заготовки, если вы оптимальным образом разместите вот эти вот детали на своей заготовке. У вас будет обрезков меньше. Вы сэкономите деньги за счет эффективного использования ресурсов. Следующий этап – мы осуществляем расчет. Опять-таки, вы можете в 3D посмотреть результат, то, что у вас получилось при этом проектировании. Если я нажму кнопку «Expand» расширить, я смогу посмотреть, сколько у меня вот таких элементов, таких в 3D. Можете посмотреть, как это вращается, как это выглядит. Загружается в этот процесс. Чуть-чуть времени еще должно. Обычно быстрее это проходит. Вот это вот стальной стержень наш. Видите, здесь различные цвета. Красные означают те элементы, которые пойдут в металлолом. То есть, вот эти дырки красным, понятно, что они будут выпиливаться. Эти опилки – это будет ненужный материал. То есть, металлолом. Те остатки, которые у вас останутся. Другим цветом показаны те детали, которые являются полезными, которые вы запускаете на производство. Если вот сюда посмотреть, можно видеть детальные результаты вашего процесса нестинга, вкладывания. Вы можете посмотреть массу, а также процент заготовки, который пойдет на металлолом. То есть, это ваши потери, по сути. То, что вы не сможете использовать для полезных деталей. Здесь только полпроцента. Полпроцента является металлоломом. Все остальное пойдет в производство или вернется на склад в виде заготовки, которую еще можно использовать. Что происходит дальше? Вы можете здесь выбрать графу отчета, вкладку отчет, вернее. Вы можете выбрать PDF-отчет. И этот PDF-отчет можно предоставить оператору станка, который посмотрит, все ли хорошо и что нужно произвести. Валидация, следующий этап подтверждения. И сейчас вы видите, цвет изменился на зеленый, потому что была правильно выполнена процедура нестинга, процедура размещения деталей на заготовке. Нажимаю вот эту вот вкладку. По пластинам то же самое. Вы можете импортировать информацию о складких запасах заготовок, которые у вас есть на складе, которые у вас есть доступны для производства. Сейчас программа анализирует все пластины, которые доступны. И опять-таки вы видите все детали, которые будут наложены на заготовку. Здесь нажимаете кнопку для того, чтобы пошел первый этап. И смотрите результат. Извините, здесь в 8-мм возьму пластину, там больше деталей. Алгоритм ищет решение по размещению деталей таким образом на заготовке, чтобы расход металла был минимальным и максимально эффективным. Вот результат. Следующий этап это Pathfinder, это буквально следопыт, то, как будут производиться ваши пластины. Нажимаете на этот Pathfinder, на кнопку. И видите здесь, как будут осуществляться операции по изготовлению вашей детали. Вот здесь вы видите симуляцию того, что будет происходить, то есть как процесс будет выглядеть реален. Вот так. Сейчас вы можете визуализировать и вы можете воочию наблюдать, как машина будет, как станок будет работать над вашей заготовкой для производства ваших необходимых деталей. Допустим, здесь какие-то любые соединения. Вы видите, начинается все с разметки, нанесения разметки и вот этих вот мест крепежных деталей или швов. Далее идет разрезка, операция «Разрезка по раскрою». Что касается вот этого раздела, вы можете тоже сделать отчет в PDF-формате, распечатать и дать его оператору, для того, чтобы оператору было понимание, что будет произведено в итоге. А потом можете выйти отсюда. То есть, опять-таки, задача на производство помечена зеленым цветом, потому что уже раскрой листа готов, нестинг завершен. Следующий этап – это автоматизация ЧПУ, то есть, как станки с ЧПУ будут обрабатывать эту информацию. Как можно данные представить в таком формате, чтобы станки их понимали? Какое здесь преимущество? Во-первых, это точный файл в формате FNC, для того, чтобы станки могли с ним работать. И, как я уже упоминал, вы можете управлять все станки Fichep, не только Fichep, но и других брендов. У нас есть опыт работы с другими производителями станков ЧПУ. По сравнению с ручным программированием станков ЧПУ вы экономите колоссальное количество времени. То есть, если я, например, хочу отправить свою работу на производство, я делаю следующие этапы. Готово. То есть, сейчас это раздел цех, вы можете смотреть и конфигурировать все станки, как они находятся на вашей производственной площадке, в вашем цеху. Также вы можете распределять поток очередной работы, исходя из алгоритма обработки операций, то есть, вы можете, например, после разрезки отправить детали на гальванизацию. И можете варьировать эти этапы в зависимости от конфигурации ваших станков, от местоположения ваших станков. Вы также видите, сколько времени пойдет на производство, на выполнение каждой операции, на производство каждой детали. Сейчас, если я нажму на экшен, выполнить, то появляется, получается этот файл, FNC формат, который сможет считать станок с ЧПУ и запустить производство. Вот этот экран, вот этот, то, что видит оператор прямо на станке. Процесс очень простой, выполняется та работа, которую сейчас нужно запустить, допустим, вот это наша стальная балка, и программа дальше идет по алгоритму автоматически, только здесь два этапа всего, выбрать и запустить. следующий шаг, это информация с производства, как я уже упоминал, вы можете в формате реального времени собирать информацию с производственной площадки, вы можете видеть в реальном времени, сколько вы произвели деталей, это ответ, это автоматические данные по выполнению работы от станков с ЧПУ, во-первых, во-вторых, можно получать фидбэк, можно получать обратную связь от других станков, которые не являются станками с ЧПУ, которые могут в полуавтоматическом режиме предоставлять эту информацию. Вот так можно посмотреть по каждой операции, как она будет выглядеть, вы видите, какой процесс в рамках проекта выполняется, допустим, контроль качества, проверка уровня качества, сборка, сварка, и дальше вы видите процесс, или вы видите степень выполнения каждого процесса проекта. еще один вариант обратной связи, который вы можете получать, это конкретная производительность ваших станков. Станки с ЧПУ могут в автоматическом режиме показывать, какую массу деталей они выпускают в определенный отрезок времени, сколько было затрачено фактически времени на производство каждой детали, и вы можете получать доступ ко всей этой информации при помощи мобильного предложения. Поскольку данные хранятся на облачном хранилище, неважно, где вы физически находите, географически находитесь в мире, вы можете получать эти данные очень быстро в ваш цех, вне зависимости от вашего местоположения, из облачного хранилища. И финальный этап это 4D связь, четырехмерная связь, это по сути шкала времени. Я ранее показывал некоторые моменты, цветные коды, которые вы можете использовать для отслеживания процесса изготовления. Вы знаете, какие зеленым показаны запчасти, которые уже были созданы, эти детали. Вы можете присваивать цветовые коды для того, чтобы непосредственно в Tecla-модели очень важный момент. В Tecla-модели вы можете непосредственно отслеживать прогресс выполнения. Вы можете клиенту, если вас спросят, какой процент готовности, вы показываете сразу. Вот такой. И финальный момент, это управление транспортировкой. Мы можем помочь, наш продукт организует отправку, то есть скажем, различные накладные, различные ведомости доставки можно готовить и создавать. Это дает огромную гибкость людям, которые управляют логистикой, процессом доставки. То есть вот по сути все. Хотел бы завершить свою презентацию по Steel Projects PLM. Если у вас больше, если вас заинтересовала эта информация, можете более детальные вопросы задавать попозже. По почте я свяжусь с вами обязательно. Большое спасибо. Спасибо.